Здравствуйте! Обычно не люблю мудрствовать и не задаю вопрос о чем-то таком вечном и удаленном, неуловимом для нас. Заранее прошу прощения за такой вопрос. Но вот как-то задумался вот над чем. В христианстве часто говорится о вечной жизни. Не только в христианстве. Вопрос такой. Что имеется в виду под словом «вечная»? Это значит, что душа человека, его индивидуальность будет существовать, жить всегда? То есть жизни не будет конца? То есть эта душа, энергия, зародившись, уже никогда не исчезнет? Или вечность нужно понимать как что-то условное, и придет момент, когда душа прекратит свое существование? Вот вы, сформулируя вопрос, вы оперируете категориям времени. Обратите внимание, например, «и придет момент, когда душа прекратит свое существование». Что значит, что придет момент? То есть вот данный момент я с вами говорю на веб-камеру, а вам отвечаю на вопрос. Следующий момент – еще что-то. Следующий момент – еще что-то. Вот течение смены этих моментов. Один момент сменяет другой – это и есть течение времени. И где-то есть такой момент, когда что-то там прекратится. И вот он движется, движется, приближается, приближается и приблизился. То есть вы оперируете категориями времени. Но, как мне кажется, я могу ошибаться, но мне так кажется, что когда мы говорим о жизни вечной, то мы как раз говорим о жизни вне времени. И там не будет этих смен моментов. И, следовательно, не придет такой момент, когда душа прекратит свое существование. И царству его не будет конца. Это будет действительно вечная жизнь в том смысле, что она, с одной стороны, бесконечно долгая, с другой стороны, вообще вне времени. Там нет понятия «долгая жизнь», «бесконечность». Это тоже понятие категории времени. А там его нет. Там вне времени мы выпадаем как-то. И мы с вами сегодняшние, ныне живущие, мы не можем себе представить умом, как это работает. Потому что мы живем во времени. Мы в нем родились. Мы не знаем, как это. Наши сейчас разговоры о жизни вечной равносильны разговору двух близнецов, сидящих в утробе матери, которые рассуждают о том, как будет там, в большом мире, когда они родятся. До них какие-то там звуки доходят оттуда, они что-то там слышат. И они по этим звукам каким-то пытаются понять, как устроен тот мир. Но много они не понимают. Вот и мы с вами тоже самое. Мы так вот гадательно просто угадываем что-то такое приблизительно, как сквозь тусклое стекло. Но совершенно не представляемо, как оно на самом деле будет. Тем более, что мы не можем мыслить категориями вне времени. Вы, даже формулируя вопрос, именно только опираетесь на категорию времени. Потому что по-другому и спросить даже не получается. Вот такой вам ответ. Так что, резюмируя, могу еще раз повторить, что, на мой взгляд, вечная жизнь – это жизнь вне времени, которой, естественно, конца не будет. Потому что, если есть конец – это тоже категория времени. А та – вне временная. Вот так. Помогай Господь!